Ну что, мои дорогие зрители и подписчики моего канала Сегодня я буду доставать вещи на осень и зиму моим деткам Да-да, вот эти черные мешки как раз с куртками, штанами теплыми, обувью В общем, всего очень-очень много Заодно переберу еще игрушки детские Конечно, мне надо уложить вареньку, чтобы она мне, ну, так сказать, не мешала А больше даже, наверное, помогала с этой задачей справиться Хотя о чем-то я говорю, как грудной ребенок может помочь мне в этих делах Мне поможет сегодня моя помощница Она приехала, ко мне приехала моя помощница, которая у меня уже ранее работала Что меня не может не радовать Конечно, уже с человеком, которого я знаю, работать мне гораздо приятней Дети тоже помогают Вот нашли красивый оботок для мамочки Ну а я сейчас уложу варю и приступлю к своей работе Сегодня выходной день и я сегодня очень буду много дел переделать по дому В том числе буду убираться, мыть, стирать, готовить Ну, сейчас, в общем, все по порядку, вы узнаете в этом видеоролике Ставьте лайки и приятного просмотра Недавно я заказал одно популярное средство на Валберис Хочу протестировать вместе с вами и посмотреть, какой будет результат Называется это средство стиралити Для того, чтобы его протестить, мне потребуется кипяток Есть одно грязное место у меня в машинке посудомоечной, которое уже заросло даже плесенью Сейчас я буду заливать стиралити, разведенное кипятком И немножко замочу его Тереть не буду, просто посмотрю, какой будет эффект, когда средство подействует Стиралити очень быстро справился с этой задачей Посмотрите, какой этот лоточек беленький А ведь доступность этого лоточка совершенно неудобная То есть мыть его постоянно не приходится Зато, когда он уже зарос конкретно грязью, стиралити отмыл его на ура А теперь смотрим внимательно на тряпочку Тряпочка после такого мытья стала совсем грязненькая Она у меня, конечно, для таких бытовых нужд и уже с пятнами отбеливателя Но этот порошок, который я сейчас буду использовать для отстирывания этой тряпки Не содержит хлора Также, конечно, надо подчеркнуть, что это средство экологическое Безопасное для природы человека Гипоаллергенное, подходит даже для детских вещей Пятна на раковине от чая тоже отмою стиралити Просто залью вот этой активной пеной раковину и немножко подожду Тряпочка как раз уже конкретно замочится А теперь этим очистителем я буду стирать детские качели Вот такой мягкий гамачок, который я стирала предварительно Он остался с пятнами Пятна у меня, ну, органические, потому что ребенок срыгивает И, к сожалению, порошок не справился Будем отстирывать стиралити Вот эти желтые разводы как раз-таки не взял обычный порошок После обычной стирки Из стиральной машинки повседневную стирку вытащу И загружу туда детскую вещь, которую надо будет отстирать И кухонное полотенце, которое тоже посмотрите в каких пятнах, потому что белое В лоток для стирального порошка кладу пару мерных ложек стиралити И запускаю на обычном режиме В это время моя раковина уже отмокла и почистилась благодаря этому средству Сейчас солью грязную воду и покажу вам, какой результат Ну что сказать, ну что сказать Все чисто, как я люблю А самое главное, что не пришлось использовать едкие химические средства Которые обычно используются на кухне у хозяек Хлорку или, может быть, какие-то кислотные средства После стирки детской вещи и полотенчика все стало белоснежным Обратите внимание, что ни одного пятнышка не осталось после этого эффективного порошка стиралити Я очень довольна результатом и вам рекомендую купить порошок стиралити по моей ссылке в описании к этому ролику Переходите, заказывайте и радуйтесь чистоте в вашем доме С молоком разбиралась целую неделю И сделал и запустил нам сыроварню Теперь можно готовить сыр без всяких проблем Сыр буду готовить корове и из козьего молока тоже Так что головок должно получиться много Запускаю сыроварню Размешиваем как следует молоко Можно отрегулировать вымешивание Можно поинтенсивнее, можно и помедленнее Ну, чтобы просто грелось равномерно Заливаю все в сыроварню Козье молоко будет в маленькой сыроварне готовиться А в корове в большой Как видите, я очень довольна работой своих сыроварен И очень рада, что теперь начала опять переработку молока Еще одна сегодняшняя задумка Это сделать чипсы из бананов Очень детям хочется Они попросили, но и куда же без яблочек Сейчас самый сезон Мичуринские яблоки Я покупаю целыми коробками А теперь пора внести закваски Закваски внесла молоко И будем целый час ждать Когда закваски поработают в молоке В это время моя помощница Мне поможет разобраться С моими вещами и с детскими вещами Кстати, два мешка у меня получились на отдачу Как здорово, когда так активно происходит расхламление Я прям дышать начинаю легче Все это приходится перекладывать два раза в год Когда сезоны меняются Куча белья, куча вещей Я, конечно, честно говоря, минималист души И мне очень сложно жить в таком огромном количестве вещей А вы скажите, мои зрители, в комментариях Напишите, как часто перебираете детские вещи И есть ли у вас места, куда вы можете отвозить Или отдавать, может быть, нуждающимся Вот такие вещички в хорошем состоянии Дети, как всегда, обнаружили Что любимые вещи у них хранятся далеко и глубоко Как только мы их достали Они тут же начинают их примерять У меня пришло время проверять сырный сгусток на готовность Как видите, у меня сыр сейчас будет уже вымешиваться И нарезаться в полном объеме И время подошло, и он созрел Как же все-таки здорово, что я опять могу перерабатывать свое молочко А не выливать его поросяткам Не нарадуюсь никак Конечно, к сожалению, не могу сказать, что я отказалась от идеи о продаже коров Потому что все-таки вот эта ситуация с помощниками постоянно меняется И вряд ли я такой объем работы смогу на постоянной основе вытягивать Пока у меня грудной ребенок Мне справляться с этим очень и очень сложно Но не будем о грустном Будем готовить сыр Посмотрите, как он вытаскивается из сыроварни здорово Зерно у нас полностью готово Поэтому сейчас я его просто вычерпываю И кладу в самопрессующуюся форму для сыра Самое оптимальное и самое удобное решение вопроса по приготовлению сыра Очень рекомендую Как только сырное зерно из сыроварни вытащено Сыроварню нужно обязательно помыть Устанавливаю фальш дно И сейчас я буду заливать туда воду Чтобы сыр наш пропарился на водяной бане Это называется стуфатура На самом деле, действительно, готовить сыр не так уж и сложно Вам потребуются только закваски и сычужный фермент Ну и, конечно же, хорошее молоко Молоко у меня от жирсейских коров И сейчас корова уходит потихонечку в запуск Поэтому белка и жира в этом молоке намного больше, чем обычно В среднем у меня уходит около пяти часов на приготовление сыра Конечно, я утомляюсь за эту работу Поэтому таким вот образом себя поддерживаю Включаю музыку и пританцовываю, чтобы не грустить Но сыр всегда дает возможность чем-то заниматься еще Так сегодняшний день прошел очень и очень продуктивно Мы разобрали с помощницей все вещи И теперь мои детки будут ходить в тепленьких курточках И в тепленьких шапочках Потому что на улице у нас резко похолодало Кстати, температура ночью опускается до 5 градусов Ну а днем не больше 13 Напишите, из какого города вы и какая температура у вас А у меня уже сыр готов Сейчас я его переворачиваю в формах Он постоит, остынет И я его положу в рассол Спасибо вам за просмотр До новых встреч Скоро увидимся Пока-пока Не забывайте ставьте лайки Ваша Оля, мама 11 Субтитры сделал DimaTorzok